Вера Панчева узнала о болезни два года назад. Она решила проверить сердце. Во время одного из обследований врачи обнаружили забитый на 75% сосуд. Веру Михайловну прооперировали в первично сосудистом отделении центральной медсанчасти. Далее ее ожидал длительный период восстановления с дорогими лекарствами. Сразу же после госпитализации Вера пошла в аптеку и потратила на медикаменты более 10 тысяч рублей. Для пенсионерки сумма ощутимая, при том, что лекарствами необходимо запасаться каждые три месяца. Одно из лекарств, которое стоило 13 тысяч. Насколько его хватало? Его хватало на 2,5 месяца. А его нужно регулярно? Да, целый год. Аналоги не подходили вам? Нет. А у него нет аналогов. Повезло, что в 2020 году стартовала региональная программа борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями. В одно из ее направлений входит обеспечение лекарствами за счет бюджетных средств. И Вера Михайловна теперь получает бесплатно необходимые препараты. Сначала она приходит на прием к кардиологу за рецептом, а потом в государственную аптеку. В первые месяцы действия программы пациент мог получать лекарства только в течение года после болезни или оперативного вмешательства. А с сентября прошлого года срок действия льготы увеличился до двух лет. Было закуплено и передано на склад Ульянской государственной аптеки медикаментов на сумму более 230 миллионов рублей. В том числе в 2021 году на сумму более 123 миллионов рублей. Писок недугов, при которых пациенты имеют право на помощь от государства, есть у каждого кардиолога. В 2021 году постановление уже было с декабря месяца, как бы изменили эту программу. То есть обеспечение бесплатными препаратами после перенесенных заболеваний сердца. Это таких как острый инфаркт миокарда, коронарное стентирование, стентирование коронарных артерий, шунтирование коронарных артерий. А также оперативное вмешательство при аритмиях. После таких заболеваний, после проведенных оперативных вмешательств, все пациенты обеспечиваются бесплатно препаратами. В программе участвует 38 государственных аптек Ульяновской области. По наблюдениям врачей, сердечно-сосудистые заболевания являются самой распространенной причиной смерти россиян. Профильная программа обеспечения медикаментами входит в ключевое направление нацпроекта здравоохранения. Виктория Черкова, Даниил Сурков, Управда ТВ. Продолжение следует...